30 лет прошло с момента, когда был закрыт Семипалатинский полигон. В августе 1991 года указом первого президента Нурсултана Назарбаева ядерные испытания прекратились. В настоящее время Казахстан на мировой арене зарекомендовал себя как антиядерная держава. В Павлодаре состоялось совещание, посвященное этой дате. На мероприятии областные власти чествовали ветеранов подразделения особого риска. Коренной Павлодарец Михаил Филиппович был призван на срочную службу 40 лет назад. Попал на территорию Семипалатинского ядерного полигона. Служил в танковых войсках. Застал и атомные взрывы. Как правило, они были подземные, вспоминает ветеран. В далеком 81-м он и его сослуживцы и не подозревали, как впоследствии скажутся эти армейские будни. Когда получали даже первые ожоги, мы тогда не знали, что такое. Представляете, в УСК, когда тело открыто, попадали, оно как ждет. Мы тогда были не в курсе, что такое даже творилось. Сейчас Михаил готовится к операции по удалению почки. Считает, что подорванное здоровье – это отголоски прошлого. На сегодня больше половины его сослуживцев уже нет на этом свете. Умерли от облучения. Уже многих нет живых. Можно сказать, 50% живых нет. Даже больше. Нет. Люди умерли давно. Им большое спасибо за их мужество, героизм, который они проявили во время службы. Многие являются участниками ядерных испытаний. Просто им досталась нелегкая, тяжелая военная служба. На сегодняшнем мероприятии, прошедшем в Доме дружбы, принимали участие ветераны подразделения особого риска. Радостей в лицах присутствующих было мало. На экране демонстрировались страшные кадры взрывов, звучали лирические песни. С поздравительным словом перед ветеранами выступила заместитель Акима области Айзада Курманова. Мои меры по социальной защите и реабилитации пострадавшего населения не прекращаются. Есть очень много предложений от общественных организаций, от граждан по совершенствованию законодательства по защите пострадавших от семей палатинского ядерного полигона. Сегодня и депутаты, и эксперты в этом направлении проводят очень большую работу. От властей каждому из ветеранов были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Координатор антиядерного движения «Невада семей» по Павлодарской области Зинаида Багненко пообещала подарить ветеранам и их семьям бесплатные сертификаты для прохождения реабилитационных процедур. Сертификаты будут выданы каждому из вас на мероприятии, посвященном открытию нашего здравительного центра «Гиппократ». По подсчетам общественников в Павлодарском приортышье на сегодняшний день на учете состоит 56 человек, служивших на семей палатинском ядерном полигоне. С каждым годом этих людей становится все меньше.